Самое страшное, да, быть облитым грязью в этой жизни. Но это не страшно, это обман. Наоборот, обливайтесь грязью. Начинаю от реальной грязи, оздоровительной. Ну, в детстве надо было в лужах купаться в грязи, это клево. А в жизни не бояться ошибаться, не бояться совершать какие-то заведомо кажущиеся неправильные вещи, действия. Они вас как раз и выводят, вас к самим себе, к тому, что вам нужно. Вы никогда не найдете любимое дело, никогда не найдете вот то, что вас будет тащить, то, что вам нужно, пока не преодолеете страх совершения неправильных поступков, чего-то неправильного со всех сторон будет говорить. Так нельзя, это неправильно, тебя осудят, от тебя отвернутся, у тебя не будет ничего, денег не будет, когда что-то будет жить. А как ты будешь, то есть пугалки со всех сторон. Пока вы эти пугалки не преодолеете внутри себя, пока вы не осознаете, что это всего лишь пугалки, и не начнете двигаться по пути ошибок, проб и всяких. Правильного вы никогда не сделаете, он всегда будет неправильным. Самое всегда правильное решение всегда будет неправильным. Поэтому, если хотите правильного, делайте неправильное. Он будет правильным. Вот так вот. Радуетесь от того, что вы ошибаетесь, от того, что не получается, так вот вы и развиваетесь. Посмотрите на цивилизацию. Он так и создается. Вы думаете, что? Самолет придумал кто? Не знаю, там, фамилии конструкторов, не важно. Ту-134. Туполев, что ли, придумал? Нет, это совокупность огромного количества людей в разных поколениях, которые, начиная там от древних, которые пытались при помощи перьев птичьих летать. Это потихоньку складывалось, складывалось, складывалось. Ошибки, ошибки, ошибки. Получился самолет тоже несовершенная конструкция. Тоже может упасть. Поэтому тоже своего рода ошибка не идеальная. Так же, как и мы, люди, наше тело, оно не идеально, но мы все время подвержены заболеванием, стрессом, преждевременной смерти, чему-то тому, что подлежит износу. Все время движемся к какому-то совершенству, абсолюту. Пытаемся достичь бессмерти. Но в действительности уже в этом во всем пребываем. Просто вот это несовершенство, это своего рода игра, в которую играет наше совершенство. Мы настолько совершенны, что позволяем себе вот такую игру, какую-то написал в жизнь боль. Жизнь боль – это игра нашего совершенства, нашего величества, нашего богоподобия. Мы играем в несовершенство. Это наша шалость. побыть немножко в шкуре чего-то конечного, чего-то ранимого, чего-то смертного, чего-то такого ошибочного, бездарного, негармоничного. Мы уже есть сама гармония, мы уже есть само совершенство, абсолют, само вот этот атом, неделимость, вот эта точка атома, точка неделимости, которая создает весь этот мир, подобно карандашу во времени, который создает графический рисунок. Только мы, эта точка создает это мгновенно, одновременно, создает весь этот видимый, реальный мир, и не только в черно-белых цветах, но в различных его проявлениях, как цвет, как запах, вкус. И все такое. Осязание, воняние. Я только что сказал, почему ум придумывает препятствия. Я еще раз повторяю, могу повторить, но ты не услышишь, потому что только что об этом сказал. Вы, видимо, не хотите слышать, вам, многим из вас, ненужные ответы, а нужно только по жизни задавать вопросы. Вот эти препятствия, вы сами создаете, и в них застреваете. Не понимая, что препятствия создаются только в качестве игры. Препятствия, ну, посмотрите, для чего нужны спортивные препятствия. Для чего нужна планка на пути у прогуна. Для чего? Чтобы ее что? Перепрыгнуть. Преодолеть. Перепрыгнуть. А не сбить ее. Вот и прыгай. Так что преодоление, как игра, не как форма износа и конечные фазы. Вот я должен это прям победить, прям все силы отдать. Нет, ты должен делать это играюще. Поэтому спорт это извращенная форма игры. Потому что в спорте мы тратим всю свою жизнь, вместо того, чтобы общаться с близкими, играть с детьми, играть с самой реальности, с самим ее многогранным вот этим фактом существования. Мы попадаем вот в этот спортивную хрень. Ну, если она до какого-то определенного возраста, или там как умные бойцы типа Хабиба, да, побился чуть, все получил, а сейчас играет в другую игру. Пошел дальше. Вот. Что за типо этого? Всегда знать меру и вовремя уйти. Наиграться. Зачем им нужны эти препятствия в спорте? Почему эти победы? Если они не приносят радости, а если ты все время сжигаешь себя раньше времени. вот те, кто радуется в спорте, те и молодцы. Те, кто просто тратит на это все свои силы, энергию, они же потом за это платят горько инвалидностью.